На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Пишем историю. Женская команда гонбольного клуба Гомель вышла в четвертьфинал Кубка Вызова ЕГФ. Ранее так далеко в Еврокубках гомельчанки не забирались. Соперником команды Тома Жичатора за место в восьмерке сильнейших турниров была хорватская Кока. Оба матча 1-8 финала прошли в Гомеле. Начало первой игры заставило гомельские трибуны поволноваться. Хозяйки не сразу смогли найти ключ к плотной обороне гостевой дружины. Лишь на шестой минуте Анна Этька смогла открыть счет к гомельским голам. К этому моменту наша команда горела 0-3. Томаш Чатор во время таймаута привел своих подопечных в чувства и дальше все пошло по хозяйскому сценарию. Практически сразу же гомельчанки счет сравняли, а к экватору первого тайма вышли вперед. Переломный, как потом оказалось, бросок на счету Кристины Охраменко. Оставшиеся до перерыва 15 минут гомель выиграл у Коки в 8-2 и отправился в раздевалку с комфортным гандикапом в 6 мячей. Во втором тайме хозяйки чувствовали себя уверенно и не подпускали соперниц в счете ближе, чем на 4 мяча. Такая игра продолжалась до 47-й минуты, когда силы покинули хорватскую дружину. Рывок 8-0 и подопечные Тома Жичатора почти обеими ногами были в четверть в финале. Победа 30-18. 10 голов в этой встрече на свой счет записала Юлия Голубева. Наверное, скорее всего, сказался мандраж перед домашними трибунами, так как знали, что будет очень много народу. Не могли сначала первые минут 5-10, наверное, прийти в себя. Но потом, как видите, собрались и все пошло как надо, как учили. Балканский гандбол, я вам хочу сказать, что он медленный, у нас более быстрый, поэтому оно сегодня дало свои плоды, свои плюсы. Как бы были в том, что мы их просто перебегали. В воскресенье Томаш Чаттер дал лидерам отдохнуть. В сравнении с субботним матчем главком провел кадровые изменения. Каюмову в воротах сменила Шулега, а из полевых в старте остались только Храменко и Селицкая. Правда, в дальнейшем игровое время получили все гандболистки. Гомельчанок надо отдать им должное, добытое днем ранее. Крупная Виктория не расслабила. Да, градус противостояния был не так высок, но на качестве гандбола это не сказалось. Гомельчанки с первых минут вышли вперед в счете и повода усомниться в своем классе не дали. В финальной сирене преимущество Гомеля было не таким серьезным, как накануне, но также вполне весомым. 32-23. Лавры главного бомбардира гомельской дружины в этот вечер примерила Ирина Трезно. 7 голов. Настраивались точно так. Смотря на то, что вчера была победа, настрой был тоже очень серьезный. И точно тоже была важная очень игра для нас. Результат на табло. Мы готовы были к их игре, к их броскам. То есть мы полностью их разобрали. Да, что-то не получилось по защите, по нападению, но две победы у нас есть. Мы этому рады. Томас Чата игрой своих подопечных в этом двухматчевом противостоянии также остался доволен. Доволен. С вратарем первую игру и с вратарем вторую игру. Все хорошо, как договорились. Защита отыграли. Но было таких ошибок, которые мы готовились. Поэтому, в принципе, доволен. Поздравляю все игроки, что поехали дальше. Соперник Гомеля по четвертьфиналу Кубка Вызова станет известен через две недели по итогам жеребьевки. Но подопечных Томаса Чаттера сейчас времени на отдых особо нет. Все мысли уже о предстоящем поединке против главного оппонента на внутренней арене БНТУ БелАЗ. Третье по счету противостояние лидеров чемпионата в этом сезоне пройдет в Гомеле 13 февраля. В Гомеле состязались сильнейшие юные теннисисты Беларуси. На республиканский турнир по настольному теннису съехали 64 спортсмена со всей страны. Сильнейших выявляли в двух возрастных категориях – 12 лет и 11 лет и моложе. В каждой из них заявились по 16 юношей и девушек. Это спортсмены, занимающие верхние строки национального рейтинга. Это второй этап данных соревнований. Первый этап проходил осенью, осенью, ноябрь месяц был. И сейчас проходит зимой второй этап. Следующий этап – это третий, заключительный будет. Это первенство Республики Беларусь по 2007-2008 году рождения. В Гомельской области представляли 10 спортсменов. Это воспитанники областного центра Олимпийского резерва по теннису. С дешор Гом Сельмаши и с дешор номер 2 БФСО «Динамо». Гомельчане без наград не остались. Виталий Дробышевский выиграл турнир среди спортсменов 2008 года рождения. Арсений Рященко взял золото в старшей возрастной категории. Отмечу, что по итогам этих состязаний будет формироваться команда Беларуси для участия в первенстве Европы, которая пройдет летом во Франции. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова